Приветствую всех на своем канале! Итак, в сегодняшнем видео я хочу сразу два вопроса закрыть. Во-первых, у меня лежит еще много довольно-таки кокосовой муки, нужно что-то из нее готовить. И во-вторых, поднимем опять тему кабачков, почему-то она всегда очень популярная и востребованная. Итак, если вам понравится сегодняшний рецепт, то не забудьте его оценить, ставьте лайк и обязательно пишите свое мнение. А готовить мы будем кабачковые оладья с кокосовой мукой. Итак, для приготовления нам понадобятся кабачки, яйца, твердый сыр, зелень петрушки, кокосовая мука и пшеничная, соль и специи по вашему вкусу. А также небольшое количество растительного масла для обжарки кабачков. Ну, начнем готовить, приступим. Для начала все подготовим и замесим само тесто. Для этого твердый сыр натираем на крупной терке. Из зелени я беру только петрушку и только листочки. Ее мелко шинкуем. И тоже пока откладываем в сторону. Ну и сами кабачки очищаем и тоже натираем на крупной терке. Затем кабачки нам нужно переложить в миску и дать им немножко постоять. Ну, прям буквально минут 15 хватит. Они выделят сок лишний. Потом мы всю жидкость отожмем очень хорошенько и сольем. А к оставшимся кабачкам мы добавляем натертый сыр, мелко пошинкованную зелень, разбиваем туда же два яйца. Я это все только солила. Я не стала ничего добавлять. Но, в принципе, вы можете добавить любые специи по своему желанию. Либо черный молотый перец тоже будет довольно-таки кстати сюда. Дальше все это вымешиваем тесто, добавляя муку. Если взять только кокосовую муку, то оладьи не получится. В общем, кокосовую муку всегда нужно замешивать с пшеничной. Тогда будет самый топчик. Все, вымесили тесто, как на оладьи. Теперь наливаем растительное масло на сковородку немного. Разогреваем обязательно масло сначала. В холодное не закладывайте. И жарим оладьи с двух сторон до готовности. Они вот такие вот золотистые получаются. Подаем мы их со сметаной. Это очень вкусно. Вот, пожалуй, такой супер простой и, кстати, очень вкусный рецепт. Если он вам понравится, то не забудьте его оценить. Ставьте лайки или дизлайки, кому как нравится больше. И обязательно пишите свое мнение. А также не забывайте подписываться на мой канал. Видео у меня выходят постоянно. Всем приятного аппетита. Всем пока и до новых встреч!